Всем большой привет! Да, уже давненько не было на моём канале влогов, вот, так что приветствую вас! Это новый влог на моём канале. На самом деле влогов нет, потому что в последнее время такая ситуация возникает, что я вообще ничего не успеваю. Мне катастрофически вообще по какой-то причине не хватает времени. Не хватает времени на свои какие-то дела, на какие-то домашние дела, а также на съёмку и обработку видео. Вот, я знаю то, что вы любите мои влоги, поэтому возобновляю, скажем так, работу и буду снимать влоги. На самом деле также ещё хотел сказать, что сейчас в жизни такой период, знаете, такой, ну как бы сказать так, спокойный, немножко даже какая-то апатия, наверное, на съёмку видео. Если, например, в декабре мне очень хотелось снимать видео, у меня прям была такая эйфория, можно так сказать, то сейчас как-то не очень хочется снимать видео лишний раз, вот даже не знаю, с чем это связано, может быть, я уже устала от зимы, может быть, ещё что-то, может быть, просто такой период. Да и тем более, если честно сказать, что сейчас ничего такого особенного в жизни как бы и не происходит, прям уж интересного. Такая, можно так сказать, обычная, размеренная жизнь. Вот, сейчас я иду в магазин, как всегда, опять же, да, всё как обычно, обычные ежедневные дела. И снова в эфире рубрика покупки еды. Никак не можем мы себя приучить, скажем так, закупаться сразу. Постоянно я практически каждый день захожу после работы в магазин, в супермаркет и что-то докупаю из еды. Давайте покажу, что купила сегодня. Кстати, напишите, пожалуйста, мне очень важно, вообще нравится вам эта рубрика или нет в моих влогах, хотели бы вы видеть её дальше или же вообще нужно её исключить и вам как бы, ну, неинтересно смотреть на это. Первое, что покажу, это, конечно же, я купила сегодня куриную грудку, хочу сделать супчик, я там отвариваю куриную грудку, добавляю макароны, картошечку, морковку, поджарку, вот, и такой супчик делаю. Также я ещё взяла макароны вот такие барила в виде звёздочек. Все знают мою любовь к супу звёздочки, поэтому я решила взять вот такие звёздочки от барила, и как раз очень классно будет их добавлять в суп. Также, конечно же, вот этот куриный бульон маги, вот такой взяла, потом горчицу взяла, и также ещё сегодня я хотела взять вот такой бекончик. Очень люблю, взяла две такие большие крупные морковки и две пачки сухариков, таких гренок, мне они очень нравятся, и также батон, вот, но это неинтересно, вот, и также ещё я приобрела сегодня новый журнал Glamour февральский. Сейчас я иду домой с работы, курьер сегодня прямо на работу мне принёс мои посылочки от Stradivarius и от H&M. Кстати, первый раз получаю посылку от H&M в такой коробке. Давайте с вами вместе откроем посылочки, посмотрим, что мне пришло, но также, конечно же, отдельно я буду снимать ещё видео о покупках одежды, так как у меня есть ещё другие покупки тоже, вот, поэтому я периодически снимаю видео о покупках одежды, так что подписывайтесь на мой канал, если вам такие видео тоже интересны. Здесь же просто сейчас быстренько посмотрим, так, поверхностно, что мне пришло. Первый я открыла свои покупки от Stradivarius, здесь была вот такая красивая, вернее, красивого насыщенного синего цвета кофта, она такая идёт в рубчик, то есть это обычная, можно сказать, такая базовая трикотажная кофточка, которую можно сочетать с различными юбками, джинсами, шортами, мне она привлекла именно своей универсальностью, и то, что здесь на рукавах есть вот такие дополнительные детали в виде заклёпок, тоже смотрится хорошо. И также второе, это вот такая юбочка, вот насчёт юбки я не знаю, возможно, она будет мне чуть-чуть великовато, посмотрим. Размер 36, очень красивая юбка, твидовая, такого красного цвета, в актуальную тоже клетку, клетка до сих пор актуальна, и мне понравились вот эти большие пуговицы на юбке. Теперь же я открыла посылку от H&M в своей покупке, здесь накладная с описанием всех покупок. Итак, что у меня здесь было, также тоже трикотажная обычная такая кофточка базовая, тёмного синего цвета, потом вот такой очень мягкий джемпер с добавлением шерсти, потом базовый белый топ с пуговичками, я такой давно хотела, у меня есть такой же, точно такой же от H&M, только чёрного цвета, очень классный, очень крутая базовая вещь, вообще вот обязательно у всех должен быть такой чёрный и белый топ, очень классно. И также я взяла себе украшения, сейчас открою, посмотрю. Вот получается сразу несколько таких базовых кофточек я взяла, они всегда нужны, вот такие обычные базовые топы, я очень вам советую тоже такие приобретать, потому что они всегда выручают с любой юбкой, с любыми брюками, джинсами, с чем угодно. И вот такой джемпер, он потрясающе мягкий, очень приятный на ощупь, и у него красивый цвет, не знаю, как камера будет передавать, но в жизни это такой очень красивый, тоже насыщенный синий оттенок, белая полоска, я вообще люблю полосы, то есть такие полосатые вещи, мне они нравятся, мне кажется, они всегда так стильно смотрятся, и на ощупь он действительно такой безумно приятный, мягкий, нежный, я вообще обожаю свитера и джемперочки от H&M, в которых есть добавление шерсти, они всегда очень нежные, мягкие, приятные на ощупь. Позавчера я была на маникюре и сделала классический вариант, вот такой классический вариант, красные короткие ногти, они квадратные, но я решила сделать такой более скругленный, более мягкий, скажем так, квадрат, для коротких ногтей, мне кажется, это больше подходит, и такой классический красный оттенок. Так, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам, мне очень нравится, напишите, подходит мне такое или нет, мне кажется, что, ну, может быть, не совсем, конечно, мне подходят короткие ногти, потому что пальчики у меня сами по себе не очень-то длинные, такие пухленькие даже, можно сказать, но почему-то мне вот захотелось именно походить с такими короткими ноготочками красного цвета, потому что все-таки, наверное, на длинных ногтях и такие яркие, особенно красные оттенки, ну, немножечко, да, все-таки, наверное, ну, не то чтобы вызывающе, но как-то провокационно, может быть, смотрится, да, я согласна, вот, а на коротких очень так даже стильно и красиво выглядит. Также мне еще периодически в комментариях пишут такое, чтобы я сменила мастера, что когда я показываю вам свой маникюр, не всегда вам там что-то нравится. Девчонки, я не знаю, как это выглядит на видео, допустим, то есть, вернее, не то чтобы не знаю, но, может быть, как-то по-другому, но в жизни выглядит все всегда красиво, мой маникюр, меня все устраивает, и мой мастер, к которому я хожу, я хожу к ней уже практически 5 лет, то есть, вот, буквально летом, в августе будет 5 лет, как я к ней хожу, потому что я начала к ней ходить с августа 2013 года, и до сих пор я к ней хожу, не меняла мастера, я уже настолько, как бы, к ней привыкла, мы так уже даже, можно сказать, хорошо, практически подружески общаемся, вот, поэтому я не хочу менять мастера, тем более у нас в городе, город у нас небольшой, и у нас вообще довольно-таки сложно найти, знаете, какого-то нормального мастера, который бы устраивал и как человек, и как профессионал, потому что это тоже важно, да, например, даже если профессионал там хороший, но у вас, допустим, он как-то отталкивает как личность, как человек, то как бы уже не очень приятно ходить, а когда как бы как мастер нравится, и как человек тоже, то я не вижу смысла менять мастера, тем более меня вот абсолютно всегда все устраивает, как мне мой мастер делает, вот, поэтому менять мастера я не собираюсь, как бы прыгать от мастера к мастеру, у меня такая же проблема была с волосами, то есть раньше, когда я была помоложе, я часто там, ну как бы, не то что часто, я каждый раз ходила к новому мастеру, каждый раз вообще ходила в новый салон, в новую парикмахерскую, но с возрастом я поняла, что, ну как бы, наверное, это не самый лучший вариант, и вот уже довольно-таки давно я тоже хожу, даже и на волосы тоже к одному мастеру в один и тот же салон, вот и меня все устраивает, я считаю, что это правильно, если вы нашли своего мастера, то как бы и нужно к нему ходить, конечно же, если вас что-то не устраивает или начинает не устраивать, тогда уже можно искать другие варианты, но если лично вас все устраивает, то не вижу смысла менять, вот, так что сейчас буду в ближайшее время ходить вот с такими красными ноготочками, также напишите, пожалуйста, всегда вам показываю свой маникюр новый, напишите, пожалуйста, в комментариях, как он вам. Также еще хотела вам показать свою новиночку, покупку от Clorans, также я недавно загрузила на свой канал видео о покупках косметики, где-нибудь ссылочка будет где-нибудь здесь, или же внизу тоже оставлю, под этим видео ссылку, там довольно-таки много было продуктов косметических от Clorans, мне эта фирма действительно нравится, и тут вот недавно в Литуале тоже были скидки, Киберпонедельник, что-то такое, вот, и это средство я приобрела за 900 рублей, хотя так оно стоит, по-моему, полторы что ли тысячи, в общем, где-то так, или даже больше, ну, в общем, я купила за 900, потому что были такие большие скидки, нет, 2000 стоит, потому что там, по-моему, 50 или 60% была скидка, в общем, что же это такое, а это у нас концентрат с эффектом искусственного загара, именно для лица, такой же подобный есть для тела, я взяла именно для лица, я обожаю вот такие вот всякие штучки с эффектом искусственного загара для лица, именно не автозагары, да, вот эти классические автозагары, а именно какие-то крема с эффектом загара или что-то такое, они всегда очень классно освежают лицо, и от марки Clarence у меня уже было подобное средство, то есть Clarence, вернее, я называю Clarence, но почему-то все говорят, что правильно Clarence, простите, пожалуйста, в общем, буду называть, как вы предпочитаете Clarence, от марки Clarence у меня уже было вот такое средство, я много раз вам о нем рассказывала в своих видеороликах, это уже, по-моему, вторая у меня баночка, да, первую точно я израсходовала, второй раз покупала, это такой крем, который идет тоже с эффектом загара, внутри он вот такого коричневого оттенка, вы его просто распределяете на кожу, и на утро, допустим, вечером распределяете на ночь, и на утро просыпаетесь, и у вас очень такой красивый, естественный оттенок загара, при этом кожа такая, знаете, ровная, поры тоже сглаживаются, очень мне нравился этот крем, единственное, что, конечно, когда вот у меня были более длинные ногти, было совсем неудобно пользоваться им, потому что, ну, неудобно просто было его оттуда доставать, ну, и вообще мне как-то захотелось попробовать что-нибудь новое, именно поэтому я решила купить вот такой концентрат, то есть это крем, вот, который у меня раньше был, это вот вы сразу этот крем прямо наносите из баночки на ваше лицо, концентрат же выглядит вот таким образом, сейчас вам покажу, то есть он находится вот в такой, как бы, баночке, вот он находится в такой баночке, как будто бы масло, например, для лица или же что-то такое, вот, и его нужно добавлять буквально там 3 капли в ваш крем для лица, то есть любой ваш крем, который вы используете ежедневно, на ежедневной основе, вы его на ладошку себе кладете, скажем так, и открываете вот это средство, этот концентрат, вот так вот его переворачиваете и нажимаете на донышко, и там выливаются буквально 3 капельки, и вы эти 3 капельки смешиваете с вашим обычным кремом для лица, и потом это все распределяете по своему лицу, я как раз таки использую именно тоже с кремом от фирмы Clorance, вот с этим кремом я использую, о нем я подробно рассказывала в видео о покупках косметики, и получается действительно очень вообще потрясающий эффект, на утро я использую на ночь, и на утро я просыпаюсь, и у меня, знаете, такой вид действительно отдохнувшей кожи, с таким легким эффектом загара, как будто бы я, ну не знаю, где-то была на каком-то отдыхе, и вот только приехала, такая красивая отдохнувшая кожа, девчонки, я вам очень советую, присмотритесь, это средство тоже хорошее, но если сравнивать, то, наверное, вот этот концентрат мне нравится больше, потому что, во-первых, он как бы, все-таки крем, он получается более насыщенный на лице, концентрат он же дает, из-за того, что он смешивается с кремом с другим, он дает более такой, как бы сказать, натуральный, более естественный, еще вернее, более естественный вид, то есть это не выглядит как какое-то желтое, там, не знаю, пережженное лицо, или что-то такое, выглядит очень красиво и натурально, поэтому советую тоже обратите свое внимание. Кстати, я сейчас нахожусь в магазине Gloria Jeans, вот такую чебурашку, так скажем, померила, честно говоря, мне совершенно не понравилось, это сейчас такой тренд, актуально очень, но именно этот вариант мне совершенно не понравился, но зато здесь есть такие симпатичные красивые блузки, одна из них цвета хаки, такой довольно-таки плотный материал, очень симпатичная, мне хаки подходят под волосы, так что обратите внимание, в Gloria Jeans есть сейчас симпатичные блузки, и еще вторая мне тоже очень понравилась, такая уже более легкая, и симпатичная у нее расцветка, цвет очень тоже такой красивый, на весну будет очень здорово, тоже вот к лицу подходит такая расцветочка. Вот эта чебурашка на мне, это размер S, и она такая огромная вообще, не знаю, я какой-то, как бомж какой-то, не знаю, мне вообще не нравится, ужас, сразу на 20 размеров больше, чем есть. Вот так, кстати, я выгляжу, ничего особенного, шапка, конечно же, совершенно сюда не подходит, но, тем не менее, я все равно ее ношу. Также, кстати, вот еще, когда уже стала выходить, увидела вот такую блузку, горошек, тоже обратите свое внимание, кстати, здесь висит рядом юбка красного цвета, и вот эта блузка и данная юбка очень хорошо сочетаются, вообще такое получается стильное, модное, красивое сочетание, мне нравится. Единственное, что было бы лучше, если бы эта блузка была чисто белого цвета, она такого бежево-молочного оттенка, но горох актуален, так что обратите внимание. В Glory Jeans я не сделала никаких покупок, потому что еще сейчас я пойду в магазин L'Etoile, вот, очень хочу посмотреть, не появилась ли новая коллекция у нас в магазине, с 1 февраля, сейчас уже 3 февраля, когда я снимаю это видео, может быть, уже появилась, очень хочу купить помаду от Нюши, с ее эксклюзивным оттенком, хотя я уверена, у нас практически, наверное, на 80%, то, что мне этот оттенок не очень подойдет, но, тем не менее, мне хочется, да, вот такая вот я, вот, и также я еще очень сильно хочу купить помады из новой коллекции от DJ Hadid, вообще, эта коллекция, так вот в целом, не могу сказать, что меня как-то сильно она привлекает, но, конечно, дизайн самой коллекции очень красивый, в таких нюдовых коробочках, очень красиво сделано, но вот сами продукты меня не очень привлекают, меня привлекли из этой коллекции только лишь помады, особенно две помады, там очень красивых оттенков, одна из них красная, а другая очень такого красивого, пыльного, сиреневого, такого какого-то коричневого оттенка, в общем, не знаю, хочу посмотреть, если не будет, то, скорее всего, вообще закажу на сайте L'Etoile, потому что уже очень хочется попробовать. Увы, в нашем L'Etoile на продукцию Maybelline практически пустые прилавки, и, конечно же, никакой новой коллекции нет, поэтому придется, наверное, заказывать через официальный интернет-магазин L'Etoile. Сейчас уже зашла в продуктовый магазин, кстати, вот эта фирма Макарон, которая нравится больше всего, вот, но сейчас я решила взять вот такие попробовать, гнезда, сегодня приготовлю на ужин, посмотрим, что получится. Вот таким образом, кстати, выглядит процесс обработки видео, сейчас я делаю видео о покупках косметики с отзывами, в общем, такой обзор на мои покупки, спрашивали, в какой программе я редактирую видео, у меня самая обычная программа Sony Vegas Pro, какая-то довольно-таки старая версия 9.0, честно говоря, мне ее устанавливал мой знакомый, я не сама ее устанавливала, вот, уже давно мне ее установили, и я до сих пор ей пользуюсь, мне она устраивает, мне нравится, также на самом деле процесс монтажа видео, скажем так, довольно-таки трудоемкий, занимает очень много времени, я где-то монтирую, ну, часа по 3, по 4, наверное, видео, хотя каких-то спецэффектов видео у меня нет, но что же так много отнимает времени, это, вот видите, вот эта склейка моментов, склейка видео, скажем так, то есть, когда ты садишься снимать видео, я думаю, блогеры меня поймут, именно такие статичные видео, не влоги, а вот именно просто когда ты сидишь и что-то рассказываешь, очень много каких-то несостыковок, говоришь лишнего, какой-то воды, какие-то ляпы, там, не те фразы, которые должны быть, и потом приходится все это, вот таким образом, обрезать, монтажировать, также, вот видите, она тут слоями, вот этот слой, это здесь, допустим, накладывается, что-то, допустим, сверху, то есть, например, когда вот идет видео, и тут, допустим, нужно вот так вот ставить картинку, то есть, не картинку, а в видео вставить, вставку другого видео, в общем, вы поняли, что я имею в виду, так что да, монтаж довольно-таки, трудоемкий такой процесс, также я сейчас еще нахожусь на сайте Литуале, и обдумываю, стоит ли мне делать заказ через интернет-магазин или нет, получается на сумму 1354 рубля, это три помады, одна из них помада от Нюши, очень хочу попробовать этот оттенок, и вот эти, которые я говорила, из серии ДЖИ Хадид, вот такой вот красивый оттенок, фиолетово-коричневый, и очень красивый такой, он, кстати, Эрин называется вот этот, и такой красивый такой, не знаю, кораллово-красный какой-то оттенок, тоже хочу попробовать. В общем, у нас ужасно скользко, и я сейчас прям свалилась вместе с своей камерой, поэтому она у меня упала, выскочил аккумулятор, и, конечно же, она заработала новые царапины. В общем, скоро мне придется, я думаю, покупать вообще новую камеру, потому что эта камера для влогов у меня уже как только не летала, она у меня даже тонула в море, когда я отдыхала в Геленджике. А вообще на улице просто невозможно скользко, главное не упасть еще раз. Вчера был дождь, а сегодня мороз. Погода вообще просто отвратительная. Ой, вот как раз чуть не упала. Также еще хотела сказать немножко про свой канал, потому что постоянно почему-то ко мне приходят эти вопросы. Как вы сами понимаете, я еще помимо YouTube, помимо своего канала, работаю на своей работе, своей обычной, скажем так, жизни. И поэтому у меня, конечно же, здесь встает выбор, сейчас особенно в современном мире. Если ты хочешь быть блогером и действительно развивать свой канал, свой контент, чтобы он был качественный, хороший, и действительно развивался, скажем так, шел в гору, то здесь нужно выбирать либо работа, ну, которая, там обычно в офисе или еще где-то, либо канал на YouTube, потому что канал на YouTube это такая же работа, как и любая другая работа. То есть на данный момент в современном мире YouTube это действительно работа. И получается, что я сейчас совмещаю как бы две работы, мне достаточно это сложно, но, знаете, сделать выбор в пользу именно своего канала на YouTube я пока что не могу. Поэтому, разумеется, из-за того, что я работаю в своей обычной повседневной жизни, тем более у меня работа офисная, пятидневка с понедельника по пятницу и тем более вообще с 8 часов утра. Конечно же, на YouTube и на видео, чтобы делать их интересными, качественными, следить за контентом, чтобы шло это все в гору и развивалось, мне достаточно тяжело. Поэтому я прошу у вас поддержки, скажем так, понимания, кто меня любит, кто меня смотрит, просто, ну, из-за того, что я вам нравлюсь, может быть, или нравятся мои видео, то, пожалуйста, оставайтесь со мной, посмотрим, как будет дальше складываться в будущем все это. Но пока как-то так, поэтому простите меня, пожалуйста, да, мой канал из-за этого немножечко страдает, потому что у меня есть основная работа, вот, здрасте, на которой я, в общем-то, работаю с 8 часов утра, и поэтому мне немножко тяжеловато. Я имею в виду, немножко тяжеловато уделять время и каналу, и жить своей, скажем так, обычной жизнью. Смотрите, а у меня в феврале зацвел цветочек, такие красивые у него, оранжевые цветки, тут еще один у нас, вот, и такой маленький тоже пробивается, кстати, я не помню название этого цветка, кто знает, то пишите в комментариях. Вот так, это у мамы дома, то есть, в той квартире, где я раньше жила, я постоянно после работы, ну не постоянно, но очень часто после работы сюда прихожу, потому что квартира находится прям вообще, буквально в двух минутах от моей работы, поэтому захожу сюда, делаю здесь свои дела, мне на этот адрес приходят посылки, все мои, также я видео снимаю, тоже здесь. Еще хочу вам показать свой заказ от Фаберлик, что мне пришло, давайте, наверное, начнем с косметики, ну вернее, с таких средств для дома, это мыло для кухни, очень люблю вот эти мыло для кухни, они всегда так приятно пахнут, отлично справляются со всеми неприятными запахами, например, после мытья посуды и так далее, не сушат кожу рук, вообще отличные. Вот я взяла с орхидеей в этот раз и с зеленым чаем, наверное, один оставлю маме, вот этот с орхидеей, а зеленым чаем возьму себе. Также еще для своей мамы вот такие крема, я заказала, она у меня любит фаберлик, поэтому я часто ей там что-то заказываю, это ночной и дневной крем, ей не понравились такие легкие, приятные, увлажняющие крема. Далее, это вот такое очень классное средство для очистки стекол и зеркал, всегда им пользуюсь, это уже не первая упаковка, у меня их очень много, то есть постоянно покупаю именно фаберлики. И также это вот такая салфетка для очистки стекол, тоже у меня уже такая была, но она уже очень долго мне прослужила, то есть очень много, вот поэтому решила обновить, взять новенькую. И теперь что касаемо одежды, сейчас вам покажу тоже им хочу сказать, то что заказала вот такое белье, очень красивый бюдкалтер белого цвета, он из новой коллекции с такими немножко сероватыми кружевами, очень красиво смотрится, это бюдкалтер Балконет, по-моему, называется, и внизу такое, ну довольно-таки широкое кружево, можно в принципе так видеть, что оно действительно очень красивое, а на теле смотрится еще в сто раз лучше. У меня в Фаберлике объем 75 Б, по-моему, я заказываю 75 Б в Фаберлике, да, 75 Б у меня, так что обратите внимание, уже не первый раз говорю, что белье в Фаберлике вообще потрясающего качества. И также вот такую толстовку я заказала для своей мамы в размере 48, вот так она выглядит, вот такая обычная бордовая толстовка, здесь она смотрится немножко светлее, чем она есть, в жизни такой более темный оттенок, в общем, такая прикольная, хлопковая, мягенькая внутри, она уже ее носит, в общем, такая прикольная, мягенькая внутри, вот можете видеть, такие толстовки, базовые тоже какие-то вещи, в Фаберлике очень хорошего качества. И точно такую же, еще 50-го размера, зеленого цвета, заказала мужскую, вот так она выглядит, тоже очень хорошая. Вот, и также еще для своего мужа, я заказала вот такую обычную белую рубашку, потому что на работе ему можно носить только лишь белые рубашки. И она оказалась классного качества, 100% хлопок, ну, то есть, вот такая совершенно обычная белая рубашечка, вот такая классическая, она, конечно же, мятая еще, нужно ее будет поглазить, и он будет ее носить. Здесь она идет с кармашком, она очень классно, так смотрится, в общем, хорошо, просто обычная базовая рубашка, если вам нужно, тоже мужу, там, не знаю, сыну, может быть, школу, там разные размеры, то присмотритесь. Так что, вот такой очень классный заказ от Фаберлика у меня был в этот раз, все вещи действительно очень классные, мне все нравится, а белье так вообще потрясающе и очень красивое, действительно, также там еще такое же есть черного цвета, тоже безумно классно смотрится. Мне еще очень нравится, что Фаберлики вот внутри эти чашечки, они сделаны из хлопка и очень приятные к телу. В общем, все свои дела здесь я уже закончила, так что сейчас буду вызывать такси и поеду домой. Вот, также еще нужно сходить в магазин, чтобы кое-что купить из продуктов. В общем, вызываю такси. Говорят, что стоимость проезда увеличена. 10 рублей. Алло, здравствуйте, а можно такси вызвать? Спасибо. Все, вызвала такси, жду. Буду быстренько собирать свои вещи. Вот, и поеду домой. сегодня, сегодня просто безумно скользко, как я уже и говорила, и вообще, я уже сегодня не вернулась в Усей, там, видели. Вот, но мне нужно сходить в магазин, я отнесла вещи домой, вот, и мне нужно еще сходить в магазин, кое-что купить по мелочи. А еще сегодня я вспомнила, сегодня, кстати, 5 февраля, что с 8 февраля будет последняя серия 50 оттенков серого, так что нужно будет мне написать своим подружкам, может быть, кто-нибудь захочет со мной пойти на этот фильм, но думаю, то, что уже свои впечатления о фильме, я расскажу вам в следующем влоге, если все-таки мне удастся сходить, надеюсь, кто-нибудь из моих подруг согласится со мной пойти на этот фильм. Я уже нахожусь в магазине, вот так выглядит пока что моя корзинка, вот самое необходимое взяло, так, думаю, что же еще мне нужно взять. Так, дверь не открывается, все, иду уже домой, и вообще на этом, наверное, я буду заканчивать, смотрите, кстати, какая прикольная собачка тут ждет хозяина, в общем, наверное, на этом я буду заканчивать свой влог, такие получились парочку дней со мной, вот, больше не буду его затягивать, потому что у меня и так мои влоги получаются какие-то очень длинные, так что большое спасибо, что были со мной, вот, я сейчас иду домой, буду отдыхать, вот, потому что завтра снова рабочий день, ну все, большое спасибо, что были со мной, и всем пока-пока, до новых встреч на моем канале, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok